Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами наконец-то свяжем нимфу веснянки. Очень долго она у меня не снималась, были проблемы с видеокамерой, со светом и с прочим, с прочим, с прочим. Но мы это все побороли и сегодня свяжем вот такой вот экземпляр нимфы веснянки. Что ж, давайте приступим. И начнем с монтажа крючка. Крючок я буду использовать RX FW531 10 номера. Вы можете использовать абсолютно разные, похожие крючки. Более популярной альтернативой у нас является крючок от TeamCAD 200R. Но опять же, то, что найдет, тот и будет то использовать. Установили крючок губки тисков. И хочу заметить сразу, не заметить, а пояснить. У кого нет тисков системой True Rotary, которая позволяет крутить крючок вокруг своей оси, тому же желательно будет, ну не желательно, а точнее будет очень сложно вязать на крючках, на крючке вот в таком положении. Потому что без роторе, ну, его невозможно, получается, вот так вот перевернуть. Поэтому абсолютно свободно можно использовать, точнее вязать мушку и в таком расположении крючка. Делать все то же самое. Ну, а мы будем вязать на перевернутом сегодня крючке. Что ж, давайте приступим. В монтажной нити использую от Semperfly. Наносилка 18.0 тонкая, прочная. И вообще можно не заморачиваться. Подвощим монтажную нить. И зафиксируем на цевье. И излишки можно отрезать сразу. Так, теперь возвращаем монтажную нить немного к ушку. Оставляем примерно, ну, миллиметров, не знаю, 3-4. Не ходя до, доходя до ушка. Здесь у нас будут в дальнейшем крепиться другие материалы. И приступим к монтажу, к фиксации свинцовой проволочки по бокам от цевья крючка. Вот такая вот свинцовая проволока 0,20. Опять же, нить можно немного навощить. Прикладываем нашу свинцовую проволочку сбоку от цевья. И фиксируем. Можно поправлять это дело. Пока только прихватываем, когда. И потихоньку начинаем проматывать по направлению к загибу. Вот так вот сбоку от цевья. И проматываем. Можно проматывать более такими грубыми витками. Потом в дальнейшем мы все равно будем фиксировать еще противоположную сторону. И однозначно зафиксируем проволоку крепко. Пальцами можно поправлять. Ну, проматываем примерно вот до этой точки. И здесь свинцовую проволочку можем уже, так сказать, перекусить. Вот несколько оборотов и она отрывается. Но опять же, я могу позволить себе такое сделать, потому что у меня прочная нить. Если нить у вас обычная, со слабой разрывной нагрузкой, то просто переламываем проволочку аккуратно. И ноготочком ее немного подправляем. И возвращаем монтажную нить обратно по направлению колечка. Здесь мы будем фиксировать с противоположной стороны второе кусочек проволоки. Прикладываем. Прихватываем. Поправляем. И продолжаем проматывать точно так же, как и предыдущую сторону. При этом аккуратно, чтобы проволока у нас находилась ровненько, сбоку вот цевья. Доматываем ровно до той же точки, где у нас фиксировался предыдущий кусочек. И переламываем проволочку. Ну и теперь можем еще раз пройтись, закрепить окончательно проволочку. Сейчас я вернусь обратно к началу. Вот здесь вот видите, поправляю кончик сенцовой проволочкой, чтобы он был более такой вот скошенный, с одной и с другой стороны. Такая у нас получилась с вами конструкция. Сейчас еще подвощу немного нить и вернемся в сторону загиба. На основу у нас выполнено. Переводим монтажную нить ровно за тот участок, где у нас заканчивается сенцовая проволочка сразу. И здесь мы сейчас делаем уплотнение для того, чтобы в последующем установить хвостик. Для уплотнения будем использовать даббинг. Берем совсем немного такого коричневого даббинга. Немного даже с блестками, точнее с SLF-даббингом. Наносим на монтажную нить буквально чуть-чуть. И начинаем формировать уплотнение. И монтажную нить переводим сразу за наше уплотнение. Здесь мы сейчас будем устанавливать хвостик. Хвостик будет выполняться из биотов гуся. Вот такой будет цвет корицы немного, биот. Берем один биот. Устанавливаем с одной стороны. Длину уже выбирайте вы сами, примерно контролируйте. Как по вашему взгляду будет лучше, длиннее, короче. Я делаю такой не совсем длинный, не совсем короткий. И фиксируем также сбоку от цевья. Делаем несколько оборотов. Биот может проворачиваться, но мы можем поправлять это все дело. Так вот аккуратненько. Сделаем еще пару оборотов. И зафиксируем второй биот уже с противоположной стороны. Делаем такой же длины, его отмеряем. И фиксируем на цевье. Если он стоит неровно, можем уже поправить его. Чтобы все было симметрично. И аккуратненько зафиксировать остатки все на цевье. И потихонечку проматываем материал под цевью. Ну, здесь можно примерно излишки уже отрезать. Они нам сильно не помешают. Прикрываем остатки. И сейчас будем фиксировать следующий элемент. Это будет у нас проволочка черного цвета. Для того, чтобы делать в последующем обмотку по телу мушки. Я использую проволочку от Симперфлай 0,2 мм толщиной. Отрезаем себе кусочек. И аккуратненько фиксируем. Я даже навощу немного, чтобы проволочка не выскакивала. И аккуратненько фиксируем проволочку. И проматываем по направлению к загибу. Монтажные периодически можно раскручивать, чтобы было более плоское. Промотали по направлению к загибу. Вот как раз до точки, где у нас начинается уплотнение. Есть. Немного вернем монтажную нить вперед. Закрепим следующий элемент. Следующий элемент у нас будет пряжа. Вот такая пряжа. Вы можете использовать даббинг. Все, что угодно. Все, что вам будет под руку, так сказать. Я опять же говорю, это может быть даббинг. Это может быть какая-то ваша пряжа. Может быть какая-то шерстяная нитка. Также у меня есть вариант из тела, из полосочки латекса. Так называемым нимфскин. Тоже интересно получается. Если вам будет интересно, я сделаю и с таким телом. Если интересно, пишите под видео в комментариях. И будем снимать. Так. Ну, теперь аккуратно фиксируем также пряжу. На цве. И проматываем по направлению к загибу. Немного отведем нить вперед. Потому что здесь мы будем крепить следующий элемент. Следующий элемент это такая вот у нас пленка от сибирского лова. Вот такая красивая. Мы ее будем использовать. Накрывает наше тело. Отрезаем полоску. Отрезали такую полосочку. Здесь в точке крепления мы можем ее немного подровнять. Точнее сделать такой вот небольшой скосик. чтобы был переход более плавненький от хвостика. Плюс мы еще будем крепить. Нам потребуется. И аккуратненько подносим к точке крепления. И фиксируем. Так четко, чтобы было все это сверху пленочка. сверху и ровно. Ну, примерно вот так мы видим. Ну, можно даже ее немного, еще парой оборотов подмотать ближе туда. Да. Есть. Ну, а теперь монтажную нить возвращаем немного вперед и поговорим о том, как разделить нашу мушку. Тут все очень просто. Мы мушку делим нашу ровно пополам. Вот у нас есть все тело мушки. Начиная от уплотнения и до колечка. и мы делим его пополам. Это значит, что у нас до этой точки будет само тело, хвостик. И здесь эта часть уже у нас будет монтировать, устанавливаться зачаткой крыльев, лапки и все, все, все остальное. Разделили пополам и начинаем формировать тело мушки. Сначала мы берем нашу пряжу и аккуратненько проматываем по направлению колечко. Я думал, где-то примерно вот так у нас будет тело. Все остальное уже будет часть торокса туда идти. Все, и фиксируем. Фиксируем нашу пряжу. Так, посмотрим еще раз. Ну, даже можно, я бы сказал, один виток убрать. Ну, где-то даже вот так. Да. Все, зафиксировали. Остатки подрезали. Теперь перегибаем нашу пленочку сверху. Поправили немножечко. и прихватили монтажной ниткой. Ну, буквально там пару оборотов. И сейчас я монтажную нить уберу пока в сторону, но мне не нужна. Мы будем сейчас сформировать сегментацию тела нашей проволокой. убираем. Так, убираем. Берем нашу проволочку и аккуратненько, чтобы не перекрутить биоты, начинаем формировать сегментацию тела мушкой. Вот, примерно такая сегментация у нас с вами получается. берем нашу монтажную нить обратно. и сейчас будем фиксировать нашу проволочку. Здесь, кстати, излишки. Можно сразу подрезать, в принципе, наши пленки, чтобы она нам не мешала. все равно мы проволочкой держим. Подматываем проволоки, подхватываем снизу и фиксируем проволочку. Пару оборотов достаточно. И можно ее оторвать. Оторвать, отрезать кому как удобно. готово. Можно даже свинцовую проволочку еще подправить, если она у вас неровно где-то провернулась. Это ничего страшного. Такое вот стилы у нас с вами получилось. Монтажную нить мы сейчас с вами уведем вперед. и зафиксируем следующий элемент. Это бородки пера хвостового пера фазана. У меня бородки хвостового пера золотого фазана, но вы можете использовать точно так же охотничьего. В этом нет ничего страшного. Подбирайте. Вообще можно использовать даже крашеные хвостовые перья. берем пучок бородок и фиксируем прямо у колечка. Этот намех в дальнейшем послужит для того, чтобы сформировать головку мушки. и проматываем. Обратите внимание, остатки нашего пера проматываем по направлению в сторону загиба, но доходим до того момента, где у нас свинцовая проволочка заканчивается. Для того, чтобы сильно не утолщать именно вот эту часть, где уже есть свинец. Она у нас так толстая, мы аккуратненько вот это пространство, которое мы специально даже оставили, я говорю в начале, мы его теперь заполняем материалами. И монтажную нить опять возвращаем колечко. Фиксируем следующий элемент, это усики мушки. Также использую биоты гуся. но на усики мы будем выделять более меньшее количество биотов, точнее вот такой коротенький биот будет у нас. Фиксируем его немного снизу от бородок пера фазана, чтобы в дальнейшем бородки пера фазана не сильно перегнули допустим наш биот. немного сбоку снизу и чуть-чуть покороче. Зафиксировали. Несколько оборотов и проделываем ту же самую операцию с противоположной стороны. посмотрели как по размеру все примерно одинаково можно чуть-чуть все ну честно рыба даже не заметит если так честно и теперь окончательно фиксируем биоты их можно даже остатки подправить чуть-чуть чтобы они легли немного сбоку опять же не гормозили материалом мы наше цевье замечательно все здесь также остатки около свинца подрезаем и обратите внимание вот у нас этот переход уже немного выравнивается возвращаемся обратно к усикам и здесь нам остается зафиксировать глазки мушки глазки мушки мы будем выполнять из лески обожженная леска берем кусочек лески отрезаем вот такой кусочек лески и обжигаем его с двух сторон с одной и с противоположной если чуть-чуть где-то у нас появилась гарь ничего страшного мы ее почистим глазки у нас будут тем более черного цвета мы их покроем еще в дальнейшем UV UF лаком берем наши глазки и фиксируем также на цевье делаем несколько оборотов так сказать восьмерочкой проматываем наши глазки все они у нас зафиксированы их можно даже сейчас сразу немного подкрасить в черный цвет возьмем маркер немного подкрасим и приступим к монтажу следующего элемента а это лапки ушки лапки нимф у нас будут также от сибирского лова такие готовые резиновые они латексные точно не знаю но очень мягкие подвижные достаточно прочные мне честно понравились берем лапки так они выглядят подносим к точке крепления и поверх цевья фиксируем лапки нашей мушки здесь несколько оборотов монтажной нити монтажной нить переводим чуть дальше фиксируем далее поверх цевья стараемся чтобы не перекручивались лапки чтобы были более-менее ровные поэтому опираться немного требует ловкости от вас но ничего еще несколько закрепляющих немного перекрутило не беда я люблю когда все ровно на самом деле если вы вяжете на рыбалку вот это абсолютно не влияет никак на клев на силуэт мушки ну чуть-чуть будет неровный я немного такой педантичный поэтому сделаем поровней максимально и опять переводим монтажную нить вперед ну точнее назад фиксируем и делаем окончательную фиксацию вот здесь вот сзади ну такие у нас получились лапки здесь излишки отрезаем спереди сзади точнее спереди надо подхватить кусочек вот так отрезали и начинаем теперь формировать торакс и зачатки крыльев для этого нам понадобится все тот же коричневый дабинг цвета вы можете подбирать сами какой вам нужен берем дабинг и наносим на монтаж на нить я стараюсь сделать достаточно такую тонкую дабинговую нить чтобы было удобнее работать и начинаю аккуратно формировать торакс мушку проматываю проматываю все сзади лапок прикрываем материал этот и переходим вперед добавим еще дабинга и стараемся закрыть все пробелы вот у нас которые есть вперед назад и вот можно даже немножечко пропустить дабинговые нити так вот восьмерочкой чтобы прикрыть сами лапки эти сейчас поправлю ну так замечательно и сейчас закрепим следующие элементы точнее наш первый первые зачатки крыльев задние самые для этого буду использовать перо фазана сейчас мы его подготовим и я вам покажу как его подготовить правильно для того чтобы подготовить зачатки крыльев нам потребуется три пера покровного охотничьего фазана и вот такой вот цементирующий лак глубокого проникновения от виниарт сейчас мы подготовим перо очищаем его от лишних бородок ровненько вот так вот собираем разделяем и излишки отрываем они нам не нужны получаем вот такое вот перо берем наш цементирующий лак дабинговую иглу капельку лака побольше несколько наносим на перо и пока она еще не высохла между пальцев начинаем вот так вот проводить туда-сюда и лак у нас потихоньку сохнет собрали все бородки вместе и даем время подсохнуть нашему перышку я вам покажу это все на одном перье нам надо будет подготовить три и ждем пока высохнет ну высыхает достаточно быстро теперь что нам остается это взять ножницы и сделать форму наших зачатков крыльев сначала подрезаем вот ровно делаем срез не знаю видите нет и под углом делаем срез зачатка крыльев с одной стороны и с другой получается получается такой треугольной формы срез зачатка крыла делаем две заготовки с острыми краями и одну заготовочку такую делаем более овальную ну и продолжим монтаж нашей нимфы веснянки теперь берем наш сегмент зачатка крыла подносим сюда к точке крепления прижимаем придерживаем и фиксируем на цевье ну и теперь накинув один буквально оборот монтажной нити поправляем смотрим как это будет выглядеть если нас устраивает положение делаем несколько закрепительных оборотов и продолжаем наносить дайбинг на нашу монтажную нить повторяем по сути предыдущую операцию закрываем торакс закрываем все пробелы формируем грудку вот здесь на этом этапе можно уже излишки от стипера отрезать они нам не нужны и продолжаем формировать наш торакс аккуратненько чтобы не подмять лапки проматываем так здесь добавим немного еще закрыли грудку поправили перекрутение смотрим чтобы все закрыли так ну вроде прикрыли все и добавляем следующий зачаток крыльев прикладываем к точке крепления все то же самое фиксируем несколькими оборотами поправляем как нам это нравится и можем немного подтянуть монтажной нитью и окончательно зафиксировать так готово и продолжаем формировать нашу грудку немного дабинга и закрываем ось пера все наши остатки здесь можем уже в принципе отрезать излишки аккуратненько все прикрыли так ну и теперь последний сегмент спинка такая более овальная подносим точки крепления и точно так же фиксируем поправляем придавливаем достаточно и опять повторяем операцию с дабингом так сделаем здесь пару оборотов излишки отрежем и пройдемся дабингом так вот восьмеркой между нашими глазками закрываем сейчас добавим здесь дабинга закрываем все пустоты все пробелы и нашим отожнить вводим обратно за глазки здесь излишки отрежем они нам будут мешать в дальнейшем конечно вот но ничего есть теперь накрываем наши бородки хвостово-пера фазана глазки накрываем формируем такую головку и прихватываем монтажной нитью буквально два оборота больше не надо потому что здесь будут добавлять лак и в принципе никуда ничего не денется излишки отрезаем и делаем финишный узел много больше монтаж нити и делаем финишный узел тоже раз два три и достаточно ну и так как нить у нас немного выделяется вы видите мы можем ее немного прикрыть маркером цвет ничего страшного будет более ровный сейчас я вот уберу все торчащие ворсинки они нам будут мешать когда мы будем глазки с вами делать в принципе мушка будет в таком состоянии уже готова и работоспособна но я еще добавляю здесь немного уэвгеля поверх зачатков чтобы были они я бы сказал бы намного прочнее для этого буду использовать уэвгель от фирмы гульф серии флексман это такой гель который при полимеризации он остается таким немного гибким эластичным довольно таки интересная серия ну здесь я воспользуюсь пинцетом одной рукой я так вот отвожу так вот я думаю вам виднее будет но в принципе поняли отвожу и наношу гель на наши зачатки крыльев так вот по очереди с одной стороны и идем дальше берем следующие зачаток крыльев поправим наносим гель нефиксируем нефиксируемого наносим гель на спинку здесь как раз у нас попадает еще и узел наш дополнительно но вообще у нас никуда не денется и здесь я обычно на головку добавляю также в гель от гульфа цвета моторного масла наносим на головку мушки немного переходим на спинку все прикрываем и точно так же все это фиксируем ну и теперь нам остается с вами нанести только очередной уэф гель от фирмы гульф black magic черного цвета на сами глазки нимфы с одной стороны аккуратненько и с другой и с другой и наша с вами мушка нимфа веснянки готова готова к употреблению поэтому мушка достаточно прочная интересная ну и лапки тоже такие живые мягенькие мне нравится всем спасибо за внимание кому понравилась муха ставим лайки если вам требуется разъяснение как сделать такую же нимфу веснянки но уже с телом из латекса типа нимф скин так же пишите в комментариях и я сниму для вас видео подключаю до 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 Продолжение следует...